Полы по грунту своими руками в деревянной беседке. Часть 6. Здравствуйте. В строительном вузе нам обычно рекомендовали все работы выполнять по принципу от простого к сложному, от дешевого к дорогому. Это значит, что полы по грунту следует обустраивать самыми простыми и самыми недорогими из известных нам способов. И только если этими методами и средствами невозможно достичь желаемого результата, следует увеличивать бюджет и использовать более изощренные технологии. Если мы говорим про самые простые полы, то нам всего лишь достаточно хорошенько утрамбовать грунт под ногами и постелить сверху дорожку. Можно обойтись даже без ковров, если дорого. Сейчас во многих сельских и не только домах можно встретить подобные земляные полы. А еще несколько десятилетий назад это было самым распространенным решением в частном малоэтажном строительстве. Если при этом пол из грунта оказывался влажным, то его немного подсыпали и поднимали относительно горизонта. Если этого недостаточно, то можно было замастить земляной пол слоем глины, обустроив некое подобие современной гидроизоляции. Все было до безобразия просто и занедорого. Сегодня требования к комфорту несколько выросли и повсеместно принято обустраивать рулонную гидроизоляцию. Проще всего постелить полиэтиленовую пленку, но можно и пару слоев рубероида, как советуют многие специалисты. А само твердое основание и покрытие пола при этом может оставаться обычным глиняным. Если не нравится глина, то можно еще немного увеличить бюджет и выполнить цементно-песчаную стяжку или даже бетонную. Сейчас это решение является общепринятым. Если желаете, чтобы ножкам было комфортно ходить по полу без обуви, то лучше под стяжку в качестве утеплителя постелить слой экструдированного пенополистирола. Желаете еще больше комфорта? Закладывайте теплый пол. А что собственно мы ждем от пола? Нам всего-то нужно получить относительно твердое основание, желательно сухое и не сильно холодное. Вопрос только в бюджете и технологиях. Если честно, то чтобы вы не напихали в пол и в какой бы последовательностью это не выполняли, в 99% случаев пол останется приемлемым. И очень хорошо, если строители понимают, что пихают в пирог пола, а не просто осваивают чужие бюджеты. Например, полы по грунту в отапливаемом помещении совершенно не требуют наличия в стяжке арматуры, поскольку совершенно не испытывают растягивающих усилий. Но, как только наши полы по грунту попадают в условия отрицательных температур, то и задачи сразу меняются. Это применительно к неотапливаемым гаражам, сараям или к деревянной беседке, как в моем случае. По сути, на подобный пол действуют те же силы, что и на бетонную отмостку. Можно посмотреть такое видео у меня на канале, для пояснения нюансов. Если коротко, то силы морозного пучения грунта смогут локально приподнимать наш пол и разрывать бетонную стяжку. Именно поэтому по периметру пола я укладываю арматуру диаметром 8 мм, которая, я надеюсь, будет противостоять растягивающим силам и не даст рассыпаться бетонному слою. А еще я использую кладочную сетку из проволоки почти 3 мм и ячейкой 70 на 70 мм. От трещин мы, конечно, полностью не избавимся, но значительно сократим их размеры и количество. Бетон для заливки готовлю из цемента М500, речного мытого песка и гранитного щебня фракции 5-20 мм в пропорции 1 к 2 к 3. Еще для частичного нивелирования сил морозного пучения под стяжку укладывается слой 3 см из экструдированного пенополистирола. Этот материал выступает также и в качестве гидроизоляции. Если бы стояла задача полностью избавиться от воздействия сил морозного пучения под полом беседки, то слой пенополистирола уже нужно было бы устраивать хотя бы 100 мм. А еще этот слой должен быть большим, чем пятно стяжки и выходить по всему периметру за пределы пола беседки хотя бы на 1 метр. Учитывая, что размер заливного пола в беседке 3,4 на 9 метров, приходится считать бюджет. Посему так. Смета прилагается и благодарю за внимание. Продолжение следует...